Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели ФинамФМ. В эфире Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, как всегда в это время мы обсуждаем все, что происходит на финансовых рынках. А там, слава богу, жизнь идет, жизнь кипит, я бы даже так сказал. Не оставляет это нас с вами равнодушными. Ну а то тот, кто имеет возможность, кто умеет это делать, еще и пытается заработать на движении этих самых финансовых инструментов, что тоже само по себе и неплохо. Значит, тема сегодняшней программы. Будем обсуждать ситуацию на российском в том числе фондовом рынке и поговорим о неких вероятностях движения в ту или иную сторону. Хотя последние два дня, сегодня и пятница, все-таки достаточно оптимистично выглядит российский рынок. Давно такого не было и это приятно. Приятно радует глаз, что называется. Значит, прежде всего я представлю гостей. Сегодня в студии Сухого Остатка Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании АФОРЭКС. Добрый день, Сергей. Добрый день. И в студии Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы РЕКОМ. Добрый день, Владислав. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Делитесь собственными мыслями по поводу, ну или без повода. Это всегда любопытно. И начиная эфир, так же традиционно мы рисуем с вами картину маслом. Итак, 1506 в Москве. Что же происходит, начиная с пятничного закрытия американцев? Прошло оно, ну я бы так сказал, нейтрально, наверное. Нейтрально. В частности, потерял 0,1 Доу Джонс, символичный 0,005%. Вырос S&P, ну и NASDAQ примерно у Ватерлинии тоже закрылся. 0,03% он в плюсе. На самом деле, да, закрытие в данном случае имеет значение, но достаточно волатильна была торговая сессия, американская. И причин для этого есть, мы о них сегодня тоже будем говорить. Далее смотрим на Азию. Она сегодня, да, аллилуйя. Nikkei 225, 2,5% прибавил. Shanghai Composite, итого больше, почти 3,5%. Далее смотрим Европа, как торгуется. FTSE 100 сейчас в легком минусе, полпроцента. Ну, а индикаторы отечественного рынка, еще раз повторю, радуют глаз, поражают своим оптимизмом, на чем только он основан. Ну, собственно, об этом мы тоже поговорим. Итак, индекс РТС прибавляет в моменте 1,8%. 1370 его текущая котировка. Вот как хорошо, как высоко забрался. ММВБ примерно так же, 1,7% в плюсе, 1447 сейчас он так торгуется. Рубль в пятницу и сегодня, да, слегка укрепляется, хотя держится выше 33, все еще. Смотрим на сырье и на Forex. Нефть марки Brent, ну, относительно стабильно, высоко. 113 долларов 50 центов стоит бочка этого сорта. Лайтсвит также достаточно дорого стоит, 108,90. За баррель золото волатильно в воском диапазоне, 1385 его текущая котировка. И индикатор валютного рынка евро-доллар 1,3192. Ну, тоже так, без особых изменений, если сравнивать с пятничным закрытием. Кстати, ну, видимо, оптимизм, да, с азиатских площадок выходил сегодня, да, китайский индикатор и ВВП, да, рисовал сегодня Япония. И, если кто наблюдает, по крайней мере, за валютными парами, все пары с японской иены открылись сегодня с ГЭПом вверх, да, и продолжают достаточно, достаточно оптимистично, да, достаточно хорошо себя чувствовать. Ну, и смотрим на набор голубых фишек, он сегодня весь в зеленом цвете. Ну, наверное, начать с того, что среди лидеров роста акции многострадальные акции, обыкновенные компании Уралкали, они прибавляют сейчас почти 7%. Ну, и далее можно отметить, среди лидеров роста Газпром, чуть больше 3%, 146 рублей 30 копеек стоит бумага. Далее, 1,5% Лукойл, почти 3% Ростелеком, в общем, давно таких цифр, конечно, мы с вами не видали, не встречали, не называли. Аэрофлот больше процента, хуже, наверное, хотя тоже в плюсе выглядит банковский сектор, полпроцента ВТБ и чуть больше процента Сбербанк. Вот, ну, а все остальное, все остальное неплохо. Вот такова картина маслом. Итак, давайте начнем разговор. Собственно, мой первый вопрос к моим коллегам, уважаемым гостям, аналитикам. Что же произошло в пятницу, наверное, отсюда надо, да, так сказать, отматывать, отмотать немножко и начать наш разговор. Что произошло в пятницу? В пятницу мы, как вы помните, ждали с нетерпением статистику, помню, кто у нас в юношатах Америки, так называемые нон-фарм-пэйроллс, да, традиционно ежемесячно нам показывают, сколько там народу получили работу в Америке вне сельскохозяйственного сектора. Ну и какая-то неоднозначная реакция. Владислав, давай с тебя начнем. Неоднозначная реакция на статистику. Ну, в принципе, мы живем в ситуации, когда действительно есть такая парадоксальная ситуация, когда чем хуже, тем лучше становится рынком. Чем хуже выходят макроэкономические данные по крупнейшим экономикам мира, будь то США, будь то Европа, будь то Япония, либо Китай. Значит, соответственно, появляется мысль о том, что будет продолжена политика количества смягчения со стороны крупнейших центробанков мира. Другими словами, будет продолжаться работа печатных станков на полную мощность, на полную катушку. Это будет создавать дополнительную, сверхдешевую, а в реальном выражении, с учетом инфляции, даже в отрицательной зоне, доходность по госбумагам и, соответственно, стоимость финансовых ресурсов, той самой денежной базы, которая создается с центробанками. И, безусловно, что, в принципе, чем хуже выходят данные по ситуации в американской экономике, в европейской экономике, тем больше оптимизма у финансовых спекулянтов, которые живут своей собственной жизнью, с моей точки зрения, в огромном колоссальном... В жизни далекой от реалий, да? А там колоссальная трубость, конечно, безусловно. То есть финансовые рынки, они живут своей жизнью, они живут благодаря эмиссионной накачке со стороны центральных банков, прежде всего. Благодаря сверхнизким, даже отрицательным процентным ставкам, в реальном выражении. Благодаря тому, что за последние пять лет крупнейшие пять центробанков мира только официальный балансовым методом имитировали больше 5,5 триллионов долларов. Эти деньги были, как раз таки, имитированы в рамках покупок, в рамках программ по приобретению либо плохих активов, токсичных ценных бумаг, скажем, потечной ценной бумаги в США, либо это были покупки государственных ценных бумаг в рамках программы «Количное смягчение 2» и «Операции Твист» по замещению краткосрочных ценных бумаг государственными, долгосрочными. И поэтому, в принципе, данные действительно выходили всю неделю достаточно странные. То есть, в принципе, данные по американскому рынку труда, они не произвели какого-то позитивного впечатления, были пересмотрены в худшую сторону данные по предыдущим месяцам. Другими словами, в принципе, ситуация в реальном секторе экономики США, в принципе, если говорить так объективно, она, конечно, ухудшается. Да, действительно, формально понизился, снизился уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки на 0,5%. Но, с другой стороны, нужно понимать, что статистика по рынку труда в США – это вообще наука о науке, то есть это вещь в себе. То есть, та методология, каким образом высчитывается показатель Unemployment 3, который публикуется в бюро Флэбер Статистикс. Это, на самом деле, вообще фантастика. У меня вот студенты, мы с ними это изучаем даже на парах по международным валютно-финансовым отношениям. То есть, скажем, по индикатору Unemployment 3 безработица 7,3%, грубо говоря. Индикатор Unemployment 6, который рассчитывался до 1995 года и сегодня тоже рассчитывается, но не является официальным. Но там безработица 15,5% и 16%. Нормально. А если еще привлечь сюда так называемые… Можно считать, что это вот есть некий официальный показатель, а это неофициальный показатель? Да, безусловно, они оба официальны. И вот все эти 6 Unemployment, рассчитываемых по разной методологии, они все официально, они публикуются официально, значит, в Министерстве труда. То есть, используют разную информацию. И, кстати, к слову сказать, Бен Бернанке года, где-то полгода назад, выступая, по-моему, в Конгрессе, сказал очень хорошую вещь. Его спросили, почему же, видите, рынок труда уже растет, у нас остаются рабочие места, все хорошо, и промышленное производство ускорилось, и загрузка мощностей растет, и безработица сокращается. И он ответил, хорошо. Поймите, то, что вы видите, это официальная статистика, это картинка, которую рисуют госорганы. Потому что в ней есть очень много статистических манипуляций. И реальная картина немножко другая. Владислав, спасибо огромное. Сережа не успеет отметиться до нашего перерыва, минутка осталась. Вот на твой взгляд, там же не сильная разница, да, нам ожидалось, я опять возвращаюсь к новым рабочим местам, нам ожидалось, там, что-то порядка 175, вышло 169, разница не сильная. Тем не менее, вот так вот отреагировал рынок, все-таки он переживает за программу коллекса мячения? Да, конечно, цифра важная, и я несколько был удивлен реакцией, особенно на валютном рынке, когда мы увидели скачки на доллар-иена серьезные, мы увидели серьезную волатильность на евро-долларе, английский фунт уже очень сильно прыгнул. Вот, и если предположить, что мы ожидали 175 тысяч, а вышло 169, то, в общем-то, практически инлайн индикатор вышел. А если еще учесть и снижение, пусть и формальное, безработицы на одну десятую, то тут трудно объяснить вот такие движения на валютном рынке. А они все-таки, да, были однозначны, продавали доллар, покупали высокодоходные валюты? Да, доллар в итоге потерял свои позиции, утратил, и, в общем-то, сейчас по-прежнему под давлением находится. Я понял. Спасибо огромное, сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс, и Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы Реком. Обсуждаем мы текущую ситуацию, ну и начали мы с спящной статистики по штатам, по рынку труда. Реакция рынка на нее была, так сказать, озвучена сейчас. Сейчас не совсем убедительная, вроде бы, да, Сереж, не совсем логичная, но, тем не менее, все же, наверное, укладываешься в некие рамки. Помимо этого, сейчас за эфиром, да, продолжили мы обсуждение, помимо этого еще статистика по Канаде выходила, да? Да, тоже по рабочим местам. Цифра оказалась сильная, гораздо лучше ожиданий, и эта цифра дала толчок канадскому доллару, который до этого, надо сказать, отстаивался и не реагировал даже на высокие цены на нефть. Очень подозрительно, всю неделю я об этом, в общем-то, писал на своем блоге, вот, но, видимо, наконец-то прорвало. Сильная статистика по рынку труда позволила... Дождались, дождались. Да, позволила Канадцу укрепиться, он существенно, примерно на полтора цента в доллар США. Я понял, хорошо. Ну и, возвращаясь вот к этой связке, вполне логичной, да, Владислав, значит, статистика, вот такая вот статистика по рынку труда, прежде всего. Что надо отметить, опять, для нынешних монетарных властей является главным мерилом, что называется, восстановлением экономики. Такая статистика по рынку труда, скорее всего, да, заставит членов комитета по ставкам, 18-19 сентября, я напомню, будет заседание очередной Федрезерва, заставит, скорее всего, как поступить с программой коллег-сомягчения, Владислав? Знаете, я думаю, пока никаких серьезных сюрпризов не произойдет. То есть мы не можем сказать, что пошло какое-то очень резкое, бодрое оживление экономической активности в США, что вскоре заметно темпы роста промышленного производства, темпы роста ВВП, значит, повысился объем капитальных вложений в основные фонды, значит, там сокращаются материально-технические запасы, которые можно потом пополнять в дальнейшем. То есть, в принципе, этого пока не происходит. Более того, значит, мы видим, что в Америке, в США, по-прежнему, банковская система находится в таком коматозном состоянии. То есть там, где она находилась в 2009 году, по большому счету, не исполняя функцию по трансформации сбережений и временно-соборных финансовых ресурсов в экономике в инвестиции, производительные, прежде всего, так она их не осуществляет. То есть мы видим, что объем баланса Центрального банка США, ФРС США, растет. Мы видим, что объем денежной базы увеличивается, то есть сами долларов напечатанных становятся больше. Но при этом денежный агрегат М2, денежная масса, он реально практически не увеличивается, отчищен от влияния денежной базы. То есть создание денег кредитно-депозитным методом в банковской системе не происходит. Кредитование населения практически не расширяется, а с учетом инфляции реально еще и сокращается. То есть примерно, где оно было года 2014, там оно осталось, с небольшими флуктуациями, конечно. Кстати, смотри, вот такая ситуация, это проблема американских банков, банковской системы, значит, они какие-то свои задачи решают, может быть, да? В плане своей задачи, конечно, у них свои есть. У них задачи, прежде всего, выстоять сейчас, максимально окрепнуть, усилить свои балансы. С другой стороны, постараться свалить свои плохие или какие-то токсичные активы на государство. Но программы эти выкупа плохих долгов, они закончили. Сейчас только выкупаются гусбумаги, ценные бумаги, по большому счету. Но, если мы говорим про американские банки, очень интересная вещь, которая была озвучена на саммите G20, и что происходило весь предыдущий год. Если вы помните, в разгар кризиса 2009 года была программа Bailout, то есть спасение банков, так называемые too big to fail, слишком больших, чтобы рухнуть. Иначе это будет системный кризис о всей экономике. И вот тогда государство спасало напрямую эти банки, бросая им спасательный круг, вот этот bailout, давало им деньги бюджетные, прежде всего, средства налогоплательщиков. Я напомню, что на этих программах, к слову сказать, в 4 года в США бюджетный дефицит превышал 12% ВВП. Там он был 10, 11, 12, в среднем примерно 11%. Внешний государственный долг США вырос с 65% ВВП, до 100 примерно, ну примерно до 102, до 103, там 105% сегодня ВВП. Ну вот, сегодня модель меняется, и на самом деле происходит очень интересное хитросплетение. Приходят к модели от bailout к bail-in, когда спасение банков происходит за счет самих вкладчиков этих банков. Кстати, Кипр, с моей точки зрения, это была не только стрижка баранов российских, скажем, каких-то отдельно взятых чиновников, коррумпированных олигархов, бизнесменов. Это был, особо рода такой пробный шар, который, как мне кажется, понравился европейским чиновникам, о чем заявляли в руководстве Евроцентробанка и Еврокомиссии. И этот же вопрос подняли на саммите G20 в очередной раз. Начало G20 финансов поднимали, когда министры финансов были, и теперь уже G20 так подняли. Суть в чем? Суть в том, что как только ситуация мировой экономики ухудшится, когда придет новая волна финансового кризиса, когда банки снова, их балансы зашатаются, то, не имея возможности расширять бюджетные дефициты и государственный долг, будет принята попытка решить проблему за счет самих вкладчиков этих банков, то есть за счет их депозитной базы. То есть то, что произошло на Кипре в отдельно взятой маленькой стране, которая не играет никакой политической и экономической роли в еврозоне, там меньше полупроцента ВВП. То есть такое тестирование прошло, да? Это тестирование, да. Я думаю, что это трансформация идет. То есть финансовые и экономические элиты, они постоянно находятся в каком-то процессе. Я понял. Спасибо, Владислав. Сережа, ну, если предположить, действительно, да, есть какой-то способ уже, да, выхода из предположительно нового витка кризиса. А на твой взгляд, вообще, этот виток действительно ожидаем? Или все же, несмотря на какие-то разговоры вокруг этого, мы все же смотрим за циферками, да, циферки по Китаю сегодня хорошие, там, на прошлой неделе неплохие, по крайней мере, там, какое-то время уже достаточно стабильное. Европа тоже говорит, мы уже выходим из кризиса, из рецессии, пардон, да. Благодаря низкой базе выходят. Потому что спад был в том году. Ну, низкая база-то она практически, да, сейчас в любом регионе мира наблюдается. Ну, я не думаю, что нас ждет какой-то очередной виток кризиса, несмотря на то, что все-таки год 13-й, год змеи, год змеи, да, вы просто посчитайте назад, какие были годы змеи в 20-м веке, там и 41-й попал, и так далее. Так что я с некоторым опасением все-таки вот сейчас встречаю осень, мало ли что. А ты занимаешься астрологией? С Павлом Глобой вместе, да? Нет, я просто знаю прекрасную, и ты наверняка знаком с нашими коллегами, которые всерьез смотрят там на звезды и еще куда-то. Ну, вирология. Пытаются, да, это все делать, транспонировать. Недавно один из чиновников Бундесбанка, не могу сказать точно кто, сказал, что вероятность новой волны кризиса близка к нулю. Мне хочется ему верить. Ну да, ну он чиновник Бундесбанка, он уважаемый. Мы видели некую серию хороших данных и по Великобритании, и по европейским странам, тот же PMI, например. Мы видели также сильные данные по США, тот же PMI, тот же ISM и в сфере услуг в том числе. Я думаю, что ФРС все-таки начнет сворачивание КОЕ-3 уже на заседании 18 сентября. Какой это объем будет, трудно сказать, ожидают 10-15 тысяч для начала. Ну, мне также понравились высказывания одного из экспертов американских, который сказал, что ФРС действует уже по намеченному плану. То есть этот план уже намечен. И Пейрлсы, которые мы увидели в первую очередь... Более того, он уже реализуется, да? Он никаким образом, эти Пейрлсы не изменили этот план. По мнению этого эксперта, должно произойти что-то очень-очень негативное, серьезное, чтобы ФРС нажал на тормоз. А так, все, план уже готов, и я думаю, начнется его реализация. И теперь, наверное, когда мы будем 18-19 смотреть за этой самой реализацией, будет иметь значение просто размер сокращения КОЕ-3, сама циферка какая-нибудь, может быть, о времени они поговорят. Я думаю, да. Здесь же очень важно, скажем, каким образом будет происходить изъятие сформированной избыточной денежной базы в экономике и сокращение денежной массы, соответственно. Как я говорил, сейчас банковские кредитные мультипликаторы находятся на минимальных отметках с года 40-го, наверное. То есть, скажем, если еще в 2007 году отношение денежной массы М2-агрегата к денежной базе, созданной Центробанком, составляло примерно 15-16 к 1, то сегодня это отношение уже не больше 6-7 даже бывало ниже. То есть оно, в принципе, встало. То есть, по большому счету, кредитно-депозитные эмиссии не происходят. И вся эмиссия идет по линии только самого Федерального резервной системы. Что касается механизма взятия денег из экономики, то у меня даже была диссертация, посвященная этому вопросу, операция, значит, сравнению операций центральных банков крупнейших мира. И, в частности, есть временные ряды, интересные по американской Федеральной резервной системе. И никогда в своей истории не было случая, чтобы американский центральный банк ФРС США осуществлял обратную продажу каких-то активов своего баланса. Значит, вообще сама модель выкупа госбумаг началась где-то в 43-44 годах под финансированием дефицита как раз-таки федерального бюджета во время Второй мировой войны. И с тех пор есть только вскачки, всплески эмиссионной накачки и выкупа государственных ценных бумаг на баланс. Да, объемы были не такие, как в 2009 году, когда за трехлетку, по большому счету, баланс ФРС США утроился. То есть было, скажем, 850 миллиардов долларов, а стал 2,5 триллиона долларов, сейчас уже 3 триллиона. Но никогда не было такой программы, чтобы он реально куда-то продавал обратно эти активы. Тем более вопрос, что продавать. Госбумаги они могут продать, не проблема, да? Там, в принципе, они наиболее ликвидные, низкодоходные, низкорискованные активы. А как продать бумаги ипотечных агентств, которые, по большому счету, как были токсичными и находились в состоянии скрытого дефолта, так там и находятся. Кому их продадите, по какой цене? Продать их просто невозможно будет, их никто не выкупит. Либо дисконт надо ставить такой, что ФРС минусе окажется. Но они, как показывает практика, особо минус себе не работают. Поэтому я, честно говоря, думаю, что единственное, как может реально ФРС США проводить свою денежно-кредитную политику, менять, это, прежде всего, ставка процентная, плюс это объем операции рефинансирования под залог ценных бумаг государственных, сокращение программы с 85 миллиардов, скажем, до 40 и ниже, да? Плюс это, плюс, плюс, да, собственно говоря, и все. Там особо механизма-то нет. Не так много вариантов. Но даже если предположить, что действительно решение принято уже, да, и программа начинает работать, программа сокращения КУИ-3. Но, тем не менее, это же в глобальном смысле не меняет денежно-кредитную политику. И Бернанке, в том числе, заявляет, да, что, ребята, ничего страшного, это же, собственно, не проблема. Мы ставки низкие будем держать еще до конца 15-го года, Сережа. Да, Бернанке подчеркнувал как раз-таки, что, пытаясь успокоить рынки, что вы не думаете, что это ужесточение. Это просто сворачивание излишнего смягчения. И вот он заострял на этом внимание. Понятно, что, может быть, он не ожидал первоначально сильной реакции такой, которая была, на самом деле, особенно в Трежерис. Но, тем не менее, потом чиновники, и в том числе и Бернанке, попытались успокоить участников рынка, высказав в том числе вот такие вот слова, что ни о каком ужесточении речи нет, и низкие ставки будут оставаться вплоть до середины 15-го года. То есть, по сути дела, это сокращение дозы наркомана, то есть финансовой системы, которая сейчас сидит на этих инъекциях эмиссионных. Дорогой мой, если все-таки, да, я согласен, если твою метафору использовать, то это не всегда же приводит к выздоровлению больного. Конечно, может помочь, а может не помочь. Но в данном случае надо пробовать, выбора-то больше нет. Да, вот, наверное, это ключевой момент, что вариантов нет никаких. Да, эти риски очень высокие, действительно, я напомню, что даже ООН и ЮНУКТАТ опубликовали доклад, в котором назвали пузыри на товарно-сырьевых биржах и на рынке продовольствия основной угрозой мировой экономики. Почему? Потому что финансовая система живет своей жизнью, для нее эмиссионная накачка это сверхприбыль и сверхдоходы, самая судно-процентная аренда. Они надувают пузыри на товарно-сырьевых биржах, завышают цены на нефть, газ, металлургию, лес, значит, продукты питания, и тем самым раскручивают маховик глобальной инфляции. Инфляции и сдержек, прежде всего, потому что промышленность начинает задыхаться, платежеспособный спрос в мировой экономике реально сокращается. Но в отдельных регионах точно, скажем, Европа и США, он там либо стагнирует, либо сокращается, где-то растет, но очень слабо. И промышленным предприятиям очень сложно эту ситуацию реально выжить. Поэтому для них вот эта эмиссионная накачка, это реально, с моей точки зрения, большая проблема, и реально это даже зло. Особенно дорогие высокие цены на энергоносители, на многие сырьевые товары. Ну, а, кстати, тоже был доклад ООН, посвященный бедности во всем мире. И на самом деле мы видим, что размеры бедности и нищеты, они на планете, в принципе, в последние годы не сокращаются. Они стабильны, даже по разным оценкам они растут. Поэтому вот это дорогое продовольствие, это минус искрома на миллиардов граждан мира. Спасибо, Владислав. Еще раз мы прервемся новости на Финам.ФМ слушай, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Как всегда, в это время мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. В гостях у меня Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании АФОРЕКС, и Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы РЕКОМ. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Далее обновил я информацию. Продолжается рост на отечественном рынке, простите, в индексах и в основном наборе голубых фишек. Уже больше 2% сейчас в моменте прибавляет РТС, примерно так же ММВБ, ну и рост в ликвидную бумагу тоже продолжился, продолжился. Наверное, это неплохо. Возвращаем к нашему разговору, кстати, Владислав, да, заговорили мы о сырье, о товарных рынках, о сырье. Вот сейчас высокая стоимость, ну, основного индикатора, да, нефти марки Brent, она помимо пузыря, наверное, да, он тоже там присутствует, но помимо пузыря имеет некие, да, локальные геополитические причины, вот что произойдет, на твой взгляд, да, когда этот конфликт, ну, в какую-то, в какую-то сторону будет разруливаться, да, агрессивно, либо, может быть, менее агрессивно. Что мы ждем, сдутие этого пузыря? С моей точки зрения, конечно, вот этот рост цен на сырьевую смесь Brent примерно со 105-106 долларов за баррель до 115, даже 118 долларов, еще, которые мы недавно видели, буквально там неделю назад, полторы. С моей точки зрения, во многом это рост, безусловно, спекулятивный и исключительно связан с разгонкой рынка на ожиданиях военных действий на территории Сирии. То есть, с моей точки зрения, никаких фундаментальных факторов для роста цен на энергоносители сейчас нет. Как бы, более того, идут разные споры, сколько реально должна стоить нефть с фундаментальной точки зрения. Как бы, есть оценки и 100 долларов за баррель, и 90, и 80. Как бы, вопрос, какую цену выдержит мировая экономика, при которой, действительно, будет развиваться не только финансовая система, спекулятивные операции и посреднические, но и реальный сектор экономики, промышленные предприятия и так далее. Вот, поэтому, в принципе, конечно, сейчас рост цен на энергоносители обусловленной ситуации в Сирии. Это играет на руку, значит, и российской экономике, и российскому рублю. Но, скажем... Сильно, сильно играет на руку. Да, не сильно, не сильно, это играет в том-то и дело. Чтобы последние несколько... Последние месяца, наверное, полтора-два, меня, вот, коллега, наверное, поправит, если я ошибусь, я, вот, сколько вижу, рост цен на бренд, где-то, значит, там, 103-105-107 и выше долларов за баррель, до 118-115. Это не мешало российскому рублю сходить сначала до 33 рублей за доллар, потом 33 и 3. Снижаться рублю и снижаться рынку фондовому тоже уже в поддержке. Да, да, и на цены, в принципе, не реагируют. То есть здесь уже пошел очень сильно такой декаплинг между, то есть разбалансировка, разрыв между товарно-саревыми биржами и российским фондовым рынком и рублем. Вот, с другой стороны, безусловно, дорогая нефть, она сейчас при ослабевающем курсе рубля, с моей точки зрения, безусловно, здесь играет фактор на ослабление рубля, как стремительное затухание российской экономики, самое сильное за последние 4,5 года. То есть у нас в промышленном производстве за 7 месяцев уже нулевая динамика, то есть ноль стагнация. Уже не падение пока, но уже и не рост, хотя цены на энергоносители сверхвысокие, с моей точки зрения. Плюс у нас в обрабатывающей промышленности спад на 0,2%, естественные монополии минус 0,8%, грузооборот на железных дорогах почти 3% спада. Ну и на этом фоне мы видим, что у нас темпы роста экономики по итогам первого полугодия составили всего лишь 1,4%. Это в 3 раза хуже, чем годом ранее. И в этой ситуации цены на нефть, с одной стороны, уже не помогают нашей экономике, то есть происходит такой дефолт ресурсно-сырьевой модели роста. То есть мы не можем больше расти без развития. В этом плане я согласен и с правительством, и с администрацией президента, что это дефолт той модели роста экономики, когда не было качественного развития, когда было проедание природно-сырьевой ренты, поступающих в Россию иностранных кредитов и займов, спекулятивного капитала. Мы посекуньку подъедали то, что досталось всем наследство от Советского Союза, инфраструктурный, производственный, научно-технический потенциал. И российская экономика перестала реагировать на цену на нефть. И это ключевой итог, с моей точки зрения, и 2012 года всего, и первые полугодия 2013 года. Но сейчас уже реальный сектор экономики находится в рецессии. Обрабатывающая промышленность, естественно, монополию уже в минусе. Как и грузооборот на транспорте и инвестиции в основные фонды. Там потеря на 1%. Но с другой стороны, дорогая нефть, она помогает сверстать вкупе со слабым рублем, помогает закрыть покадыры в бюджетной системе. Да, и это, с моей точки зрения, единственное объяснение тому, что происходит, с одной стороны, и ослабление курса рубля по отношению к американскому доллару, и с другой стороны, видим дорогую нефть. Хотя, если посмотрим на операции Центрального банка России, эта гипотеза не сильно подтверждается, потому что, в принципе, мы видим, что идет, наоборот, даже, что называется, продажа из золотовалютных резервов нашей иностранной валюты. То есть, Центробанк проводит валютный интервен с тем, чтобы удержать от сильного падения курса рубля. Ну, кстати, Владислав, спасибо. А вот по поводу сильного падения курса, опять за эфиром мы перемолвились, Сереж, да? На основании чего-то ты изменил свои недавние прогнозы, смотрел ты, да, чуть выше, сейчас чуть, так сказать, скромнее, на ослаблении рубля. С чем это связано? С сезонным фактором или что-то изменилось? Ну, я просто посмотрел, как вел себя российский рубль по сравнению с другими развивающимися валютными рынками. Ну, наверное, может быть, некорректно сравнивать с Индонезией, например. Ну, почему некорректно? Мы же развивающиеся экономики. Даже если мы не будем брать такую экзотику, как Филиппина или Индонезия, возьмем Брикс. Совершенно верно. В Бразилии, Индии. Да, все-таки мы видим, что бразильский Реал существенно упал. Мы видим, что и мексиканский Песо ослаб. Вот, Индия сама собой почти 20% потеряла с мая месяца. Вот, я напомню, что мы в мае были на 31,10, по-моему, по рублю. Сейчас мы на 33,30. Тоже можно посчитать и увидеть, что падение достаточно существенное, близкое к 8-9% произошло. И вот на этом фоне, на фоне других развивающихся стран, рубль выглядит более-менее хорошо. Все-таки нам удалось избежать двухзначного понижения курса рубля. И, конечно же, здесь основную поддержку оказала нефть. Хотя, в общем-то, при таких ценах на нефть рубль мог бы оставаться на месте. Но, к сожалению, нет. Потому что рубль, и вся российская экономика, и вся Россия, мы находимся... Мы игроки на мировом плацдарме. Глобального, да? Да, это глобальные инвесторы, глобальные денежные потоки определяют, в том числе и судьбу рубля. Не только цены на нефть. И поэтому, конечно, Россия не могла остаться в стороне от тех распродаж, которые случились на развивающихся рынках в последние недели. И другое дело, что нам, может быть, малой кровью удалось выйти, надеюсь, что удалось выйти из этой трудной ситуации. Другие экономики, такие как, например, Турция, потеряли гораздо больше. Ну и, тем не менее, вот твой пересмотр собственного прогноза, да? Ты говорил, к концу года 36, а сейчас ты уже не сомневаешься, что так далеко мы будем. Да, где-то пару месяцев назад, в начале лета, я думал, что мы увидим и 35, и 36 по доллару. Но сейчас меня как бы радует, вселяет оптимизм, можно сказать, то, что мы не смогли пройти отметку 33,5. Натолкнулись на очень-очень сильное сопротивление на этом уровне. И сейчас, я думаю, что должно произойти что-то очень негативное, чтобы рубль эту отметку пробил. Поэтому, я думаю, что мы, наверное, будем все-таки тяготеть к 33. И в ближайший месяц будем торговаться как раз-таки на уровне 33-33,5. Нельзя сказать, что как только ФРС начнет сворачивание к E3, доллар тут же окрепнет. И инвесторы ведь не глупые люди, и уже давно это все учли бы. Ожидается, конечно, некоторое укрепление доллара, но отнюдь не скачкообразное. Я понял. Ну и, Владислав, да, к сезонности, наверное, тоже можно вернуться. Сезонность, не, ну, само собой, да, конечно, и сезонный фактор. Но я вот все-таки немножко бы не согласился с уважаемым экспертом. Мне кажется, что все-таки к концу года, конечно, уже не столь пессимистичные прогнозы на падение курса рубля. Там уже, конечно, не 35-36 рублей, но 33,5-34, как мне кажется, мы вполне можем увидеть. Чем это обусловлено? Несколько факторов. Ну, во-первых, бюджетная система. Наш бюджет валится буквально на глазах. То есть, грубо говоря, по итогам 7 месяцев текущего года, значит, зафиксирован профицит федерального бюджета. Да, первичный профицит 450 миллиардов рублей, грубо говоря, ну, а так получается 290 миллиардов рублей где-то. Но при этом, то есть формально все хорошо, денег много, получили, значит, какой-то дополнительный доход, можно положить в загашник. Но если мы посмотрим на исполнение доходной и расходной ведомости, оказывается, что у нас хронические, что этот профицит получен из-за хронического недоисполнения бюджета. То есть, скажем, доходная ведомость исполнена на 57%, а расходная часть на 52%. То есть, Минфин искусственно зажимает финансирование экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта, здравоохранения. То есть, задача какая? Каким-то образом вот картину позитивную, что ли? Да, немножко позитивную, то есть, сейчас немножко придряжает расходы, но это традиционно в России. В России расходы исполняются в значительной степени в октябре, в ноябре плюс декабрь. Выливаются деньги, значит, в экономику это провоцирует рост инфляции, значит, ослабление рубля и так далее. То есть, сейчас, в принципе, уже мы слышим, что Минфин прогнозирует, что в ближайшие три года российский бюджет от замедления российской экономики, беспрецедентного за последние четыре года, недополучит 2 триллиона рублей. В этом году, там, может быть, минус 250, минус 400 миллиардов рублей и далее за три года наберем 2 триллиона рублей. Это такой умеренно пессимистичный сценарий. Под эту же дудочку уже заявили в Минфине, что необходимо будет отказаться от, значит, не просто взятия дополнительных социальных обязательств, как заявил Владимир Путин, президент, но якобы не денег на финансирование даже майских указов, нужно что-то подрезать. Поэтому бюджетная система требует, безусловно, определенной девальвации рубля для того, чтобы увеличить рублевые поступления от внешнеэкономической деятельности. Я напомню, что 55% федерального бюджета это доходы от нефти и газа. С учетом мультипликаторов, значит, там получается даже побольше доход, значит, там около 60 и чем-то процентов будет. Поэтому Минфин заинтересован в слабом рубле. Плюс, как мы сказали, российская экономика уже села на мель, по большому счету, реальный сектор экономики в минусе, торговля оптово-розничная, плюс услуги населения пока в плюсе на 2-3%, но и они затухают, значит, примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть тоже для стимулирования экономической активности необходимо провести девальвацию. О чем, кстати, говорил бывший министр экономики Андрей Белоусов, сейчас он помощник президента, соответственно. Но с ним пока не согласен, значит, Центральный банк, потому что он будет с разгоном инфляции, у него свои задачи, свой функционал. Ну и третий фактор, с моей точки зрения, почему мы все-таки увидим девальвацию рубля, нет ухудшения ситуации с платежным балансом. У нас по итогам второго квартала текущего года профицит счета текущих операций оказался всего лишь 9 миллиардов, если не ошибаюсь, по-моему, 9 миллиардов долларов. То есть это худшее значение, ну, по большому счету, за последние три года. Там были еще такие отдельные кварталы в 11-м году, в 12-м году, да, вот особенно когда были пертрубации в США, неопределенность вокруг Федеральной резервной системы. Но, в принципе, это сильнейший спад, и получается, что у нас экспорт перестал расти, там спад на 4% по итогам 7 месяцев, импорт растет на 4%, отток капитала усиливается из страны. С другой стороны, значит, инвестиционные убытки по оплате дивидендов и процентов по внешним кредитам и займам, они увеличиваются, съедая поступление от межторговой деятельности. Дефицит в торговле услугами тоже нарастает, торгуем в убыток. Переводы мигрантов за рубеж по оплате труда тоже нарастает, этот убыток. И в итоге то, что мы зарабатываем от экспорта сырья, оно постепенно проедается, продается, продается, продается ступенчато. И мы даже при неплохой ценовой конъюнктуре на нефть, мы за счет того, что экономика неэффективна и низкопроизводительна, ну, как, как говорится, сырьевая колония некоторые называют, да, она, получается, становится уже усиливаем, из нее вымывается иностранная валюта, провоцируя ослабление курса рубля. Поэтому, как мне кажется, в ослаблении рубля заинтересованы косо на все и Минфин, и Центробанк, и правительство, которым нужно отчитаться об исполнении маских указов. Поэтому, я думаю, что может быть не такой сильно, там, 35 рублей, 36, но 33,5-34, я думаю, это то, что вот при нынешних ценах на нефть они будут держать. При цене в 110 и выше. Если будет ниже, я думаю, то мы можем вот увидеть 34 и выше по рублю. Я понял, спасибо, Владислав. Ну, и буквально два слова до следующего перерыва. Новый глава Центрального банка, разговор вокруг снижения ставки, ну, или изменения, да, монетарной политики нашего Отечественного банка. Насколько они, Сережа, на твой взгляд, имеют место быть? Насколько они актуальны? Высокая инфляция все-таки продолжает нас немножко тормозить? Ну, и я думаю, что большинство участников рынка ожидали снижения процентной ставки, но этого не произошло. Уже не первый раз причем, да? Да, этого не произошло пока, и это тоже оказало поддержку рублю. Сережа, спасибо огромное. Сейчас мы еще раз прервемся, потом тогда отвечу на этот вопрос. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Так, ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть, к сожалению, у нас осталась. Я напомню, в студии сегодня Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс, и Владимир, прости, Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы Реком. Ну, как всегда, мы обсуждаем все, что происходит сейчас в России и в мире с экономической, ну, иногда и с политической точки зрения. И, Сереж, вот вопрос, который до эфира, до новостей прозвучал по поводу, да, монетарной политики Российского Центрального банка. До выпуска новостей? Действительно, многие участники рынка ожидали от ЦБ активных действий по снижению ставок с приходом нового главы, Эльвиры Набиулиной. Вот, но этого не произошло, это стало даже каким-то, наверное, сюрпризом для многих участников рынка. То есть, пока ЦБ воздерживается от снижения ставок, и, наверное, ему мешает инфляция это сделать. Но, учитывая, опять же, сезонный фактор, мы вправе ожидать снижения инфляции, вот, в наступившие сентябрь, оттябрь. Ну, как минимум, да, совершенно верно. В связи с... К концу лета, да. Да, со сбором урожая, снижением цен на сельскохозяйственную продукцию в том числе. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что кредиты Набиулиной были выданы со стороны участников рынка, и, наверное, она постарается оправдать. Владислав, ну, а в нынешней ситуации все же снижение ставки рефинансирования, оно может каким-то образом действительно оказать влияние на состояние российской экономики? Или, по большому счету, это уже? Смотрите, в чем проблема. На самом деле, ведь ставка рефинансирования важна только в том случае, если действительно в экономике работают механизмы рефинансирования банковской системы. И центральный банк исполняет функции, значит, во-первых, основного эмиссионного центра, во-вторых, основного института рефинансирования экономического роста и банковской системы, и, в-третьих, кредитор последней инстанции. Значит, ну, в России вплоть до, значит, кризиса 2009 года, и потом была пауза двухлетней, потом с 2011 года, с конца 2011 года, вот по 2013 год сегодня, центральный банк постепенно, постепенно вводит определенные элементы, значит, механизма рефинансирования банковской системы. Но они по-прежнему носят такой, что называется, бессистемный характер. Другими словами, действительно, рефинансирование происходит в рамках операции РЭПО, прежде всего. Примерно объем операции, вот по этим, значит, объем рефинансирования банков под операции РЭПО примерно, там, 1,2 трлн рублей, полтора трлн рублей, еще плюс миллиардов 800-900 набираются через прочие кредитные, значит, инструменты центрального банка. То есть, в принципе, самая по себе ставка рефинансирования, она важна тогда, когда основной канал эмиссии рублей, национальные валюты, формирование денежной базы, он ориентирован на... Это внутренний канал, то есть, как в США, в Японии, Великобритании, значит, там, в европейском, в еврозоне, да? А в России канал внешний, по большому счету. То есть, если мы посмотрим на денежную программу, составляемую центральным банком России, посмотрим на баланс центрального банка России, то мы поймем, что, по большому счету, целиком и полностью, практически целиком и полностью эмиссия рубля в России, России привязаны к притоку иностранной валюты. То есть эмиссия рубля, формирование денежной базы ограничено пополнением золотовалютных резервов. То есть, другими словами, сейчас, да, действительно, Сантробанк вынужден, вынужден запустить механизмы рефинансирования, потому что цены на нефть, ну, они высоки, но они перестали расти по экспоненте. Значит, счет текущих коопераций не растет по экспоненте, как это было в нулевые годы, в тучные, так называемые, когда можно было действительно закрыть все вентили по эмиссии рубля и действительно только под притекающие зарубежа нефтедоллары, иностранные кредиты, на валютном рынке проводить эмиссионные операции, выкупать валюту, складывать в резерв, имитировать рубль. Сейчас это уже не работает. У нас, действительно, как мне кажется, мы два года живем в состоянии перманентного дефицита денег на межбанковском рынке. Ну, скажем, в 2011 году, в начале года ставки на межбанки по МИАКРу составляли примерно 2,5-2,7% годовых, это однодневные, семидневные ставки. А сейчас и ставки 6-6,5%, были даже 6,7%. То есть, действительно, дефицит денег есть. Более того, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что это нормально, что Россия живет в состоянии перманентного дефицита, структурного дефицита ликвидности. С точки зрения моей и ряда экономистов, и, кстати, ученых Академии наук, это ненормально. А его позиция, нормальность-то в чем, в том, что в нынешней экономической ситуации иначе быть не может? Нормальность, наверное, с его точки зрения в том, что это нормально, когда банки определяют спрос на кредитные ресурсы, когда центральный банк под этот спрос имитирует, предоставляет какую-то финансовую ликвидность финансовую систему, банковскую систему. Но это нормально бы, да. Но это в той ситуации, когда действительно у центрального банка есть определенные целевые ориентиры по стоимости денег в экономике. Скажем, в США, в Европе, в Великобритании, в Швейцарии, в Японии тоже есть эти операции, они проводятся, там вся эмиссия, по большому счету, на 85-90% у Банка Японии, Банка Англии, у кого угодно, она ориентирована под приобретение государственных ценных бумаг, причем долгосрочных ценных бумаг, как правило. То есть центральный банк, по большому счету, студентами часто тоже это самое обсуждаем, по большому счету центральный банк скрыто кредитует экономический рост в стране. То есть не напрямую выкупая на первичном рынке, что запрещено при эмиссии ценных бумаг, а на вторичном, через так называемых маркет-мейкеров, прайм-дилеров, крупнейшие банки, выкупая эти ценные бумаги через операции рефинансирования, покупая долгосрочные ценные бумаги, удерживая на балансе до срока погашения, он дает длинный кредит экономики. И таким образом в Америке, кстати говоря, формируется долгосрочный кредит экономической системы всей экономики. Именно ФРС США эту функцию в том числе и выполняет. Кстати, второй канал, почему в Америке есть длинные деньги, в России нет. То есть первая проблема – это отсутствие рефинансирования банковской системы, именно долгосрочного рефинансирования. В России все операции, коллега не даст мне соврать, переходятся на семидневные операции РЭПО. То есть как бы под залог, там есть ломбарный список ценных бумаг, принимаемых к обеспечению. Но семидневные кредиты, они могут снять дефицит денег краткосрочных на рынке, снять судорогу с финансовой системы, но они не создают длинные ресурсы в экономике. А второй канал формирования длинных денег в американской финансовой системе – это не только деньги пенсионных фондов, как нам говорят, институциональных инвесторов, а это прежде всего долгосрочные депозиты населения. Если мы посмотрим, то там на депозитах лежит около, могу ошибиться, больше, по-моему, 11-12 триллионов долларов. Эти деньги, они в большинстве своем носят долгосрочный характер, и банковская система их перераспределяет. В России депозиты полтора-два года. Ну и у нас, в принципе, да… И система слабая. Да, куда бы мы ни посмотрели, у нас вот эта проблема длинных денег, да, она очевидна. Да, просто у нас вот буквально одна фраза, к сожалению, очень часто слышно, что надо привлекать иностранный кредит, значит, иностранный капитал, улучшать инвестиционный климат. Что-то святая правда. Бороться с коррупцией, налоговый режим, все хорошо. Но, вот посмотрим на данные по притоку капитала иностранного в Россию, по первому полугодию текущего года 92% пришлось на приток иностранных кредитов и займов. То есть, это не инвестиции в основные фонды, не инвестиции в модернизацию экономики, это кредиты и займы, половина которых тартится на финансовые спекуляции, приобретение ценных бумаг и на рефинансирование рано взятых долгов. То есть, это не имеет отношения к экономическому росту и к цели модернизации. Поэтому, здесь важно еще правильно поставить диагноз, почему денег нет длинных в экономике. И опять-таки, центральный банк, с моей точки зрения, должен более активную роль играть. Не нужно им печатать деньги, значит, закрытыми глазами всем раздать там по копейке, нужно составить список бумаг, инфраструктурных, долгосрочных. Под них можно проводить целевую эмиссию, которая бы не пошла на проедание этих денег и создавать денежную базу долгосрочного характера, создавая потом поэтажно-поэтажно в процессе мультиплицирования долгосрочных финансовых ресурсов в экономике. — Спасибо. Спасибо, Владислав. Ну и буквально несколько минут у нас осталось. Давайте все же посмотрим на текущую ситуацию на российском фондовом рынке, на российском рынке акций. Еще раз я напомню, он сегодня выглядит достаточно неплохо, растет в подавляющем большинстве эмитентов. Ну, среди лидеров роста, за исключением «Уралкалия», наверное, все-таки надо отметить бумаги нефтегазного сектора, и в этом тоже есть, видимо, какая-то логика, да, Сергей? — Да, конечно. Сочетание слабого рубля и высоких цен на нефть, это… именно это и нужно нефтяным компаниям, как правило, чтобы чувствовать себя хорошо. — А можно, кстати, говорить вот все, что происходит сегодня, ну, пятницу, да, вторую половину торговой сессии, и сегодня это некая все же там среднесрочная тенденция или этот традиционный оскок на российском рынке, который вот связан с текущей спекулятивной конъюнктурой? — Я просто посмотрел сегодня утром, вот готовясь к нашей передаче, я посмотрел на долгосрочные графики, я посмотрел в разрезе недельные свечи, дневные свечи, и вы знаете, я увидел, что мы, собственно, сейчас пробили падающий тренд с максимальных значений этого года, который в конце января мы нарисовали на индексе РТС, то есть очевиден пробой, хорошей белой свечой на дневном графике сегодня мы пытаемся… — Это про индекс РТС? — Да, индекс РТС пытаемся сейчас закрепиться выше этой трендовой падающей линии, и вообще надо сказать, что на уровне 1210 примерно мы, видимо, нащупали очень-очень существенную поддержку, и рынок, по идее, готов развернуться, и сейчас вот этот разворот вполне возможно мы и видим, я не исключаю, что до конца года мы увидим рост на российском фондовом рынке, а для любителей теханализа могу сказать, что посмотрите на недельный график, наверняка вы там увидите перевернутую голову с плечами. — Да, смотрю, вижу, смотрю, вижу. — Значит, есть шансы для роста, да? — Да, значит, есть шансы для роста. Ну, а два слова буквально, Владислав, по поводу Уралкалии, что там происходит, ситуация пока не разрешилась, к сожалению. — Ситуация с Уралкалем действительно сложная, как хорошо известно, в принципе, это, конечно, конфликт, как говорится, хозяйственных субъектов, как сказал президент Путин, а с одной стороны, действительно, это правильно. Сулейман Керимов разрывал отношения с белорусской калийной компанией, совместным предприятием. На 20% обрушил цены на калий 23 августа, 20 августа. Но при этом инсайдерская продажа в бумагах Уралкалия пошла еще за две недели до этого, 6 июля начались продажи, 6 августа, перепутал 6 августа, не ошибаюсь. Вот, там было, по-моему, 230 рублей за штуку, потом 215 было через три дня. Вот, значит, в принципе, с моей точки зрения, конечно, конфликт этот перерос уже со спорах хозяйствующих субъектов на политическое пространство. Есть с точки зрения, что действительно определенная группа людей в правительстве решили подставить президента и сорвать чуть ли не интеграционные процессы в рамках СНГ на постсоветском пространстве. Якобы, ну, как нам говорится, есть группа силовиков, есть либералов, ведь якобы либералы пытаются вбить клин в создание таможенного союза и расторить батьку Лукашенко с нашими олигархами. Вот, поэтому такая точка зрения может иметь место на право на существование, но, скорее всего, все-таки… Ну, и события, кстати, да, подтверждают в какой-то степени. Да, но мы видим, что разговоры, что уже Керимова отодвигают от Уралкалия, что заходят уже сюда Коган и Евтушенков, то есть это уже люди приближенные к, как я понял, к Владимиру Владимировичу больше степени к окружению именно президентскому. Вот, более того, он в международном русске по Интерполу. Ну, и кроме того, что очень важно, действительно, как я понимаю, наши крупные бизнесмены решили провернуть схему, которую они любят провариачивать в 90-е годы, в нулевые годы здесь. То есть это недружественное поглощение. Ну, а если говорить простым языком, это рейдерский захват за счет создания совместного предприятия, монополизации каналов сбыта, демпингового урезания цен и потом установления контроля над предприятием. Ну, в Беларуси немножко не получилось. Получили локтем по зубам, как говорят некоторые белорусские политологи. То есть там именно политический фактор вмешался? Я думаю, там все пересеклось. То есть либо просто подставили, может быть, Керимова кто-то из правительства, что называется, воспользовались им и сыграли в теневую. Либо, может быть, действительно все переросло постепенно в политический конфликт. Я понял. Но, тем не менее, да, мы будем следить пристально за как будут развиваться события. Но Алкалия сегодня отскакивает достаточно серьезно. Почти 7 процентов. Видимо, шарты закрывают, да, пока все не разрешилось. Друзья мои, время закончится. Спасибо огромное. Сергей Ковжар, Владислав Жуковский были сегодня в студии. Вам спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.